Итак, девочки, мы все-таки в примерочный магазин Nordstrom REC Одежда здесь ужасающая, ну вот просто ужасающая То есть вот вы видели сумки, обувь, я вам показывала очень даже ничего такое А одежда, конечно, такая отстой, знаете Ну, знаете, что когда-то здесь была неплохая одежда Я вам сейчас покажу, почему, в принципе, я понимаю, что здесь была неплохая одежда Но я подозреваю, опять же, что всемирный дефицит Может, не всемирный, но канадский дефицит Испортил шопинг во всех практически магазинах наших сейчас Музыка гремит, я постараюсь ее перекричать Зато нету кричащих соседей у меня пока Ну, может, еще придут Я не думаю, потому что в магазине народу мало Быстренько покажу вам свой аутфит Если я не переключу музыку, то придется мне записывать озвучку Поэтому буду как бы с шевелящими губами Значит, я сегодня в платье Такое, зелено-черно-белое Черный пиджак с жемчужными пуговицами Сережки у меня Вернее, клипсы Как бы подходят к пуговицам Понимаете, как? И туфли у меня черные Обычные черные с золотом Туфлям лет Десять, если я не ошибаюсь Туфли, знаете, бренда Все остальное у меня туфли Знаете, масс-март И Ченым, Зара И прочее Даже не буду перечислять Ну, как бы Сумка моя вот эта Вот я уже с ней ходила Хочу сказать про эти туфли Вы знаете, это туфли бренда Иванка Трамп Если вы знаете Девочки, которые живут в Штатах И в Канаде Конечно, знают, что у нее Была своя компания одежды Аксессуаров и обуви Может быть, она до сих пор есть Но в то время, как она Была помощницей своего папы Пока он был на президентстве Ее Очень много клевали Клевали и выклевывали Ее печень И, по-моему, она свой бренд одежды закрыла Очень жалко Потому что у нее, в принципе, были Довольно неплохие Довольно неплохая одежда Такая, знаете Хорошего качества Не очень дорогая Классическая Классических фасонов А вот туфли Значит, у меня есть вот одна пара этих туфлей Во-первых, суперудобные Несмотря на то, что у них, вот видите Вот такой вот каблучок Получился в сапогу Не маленький, но не очень большой Я в них могу очень долго ходить И даже, когда мне нужны какие-то Вот это я иду, допустим, в ресторан Где там танцы, шманцы и так далее Я надеваю очень часто эти туфли Потому что я могу в них весь вечер Протанцевать И, в общем-то, остаться с целыми ногами И фасон такой классический Никогда не выходящий из моды Повторюсь, именами лет 10 Я их, в общем-то, надеваю Тогда, когда мне нужна вот удобная обувь Ну и вообще так по случаю Очень симпатичные Очень удобные И очень жалко Если она действительно Больше не производит свои одежды Ну, мне кажется Потому что я перестала видеть Я раньше видела В магазинах мне попадалась Попадался ее бренд А сейчас я не видела очень давно Ну, как бы Да, значит Несмотря на то, что здесь Совершенно ужасная одежда Но я как бы врагу не сдается Наш гордый варяг Я притащила кое-что в примерочную Будем сейчас примерять Больше поржать, девочки Чем по-настоящему примерке Что я вам хочу сказать Я понимаю, что в этом магазине Когда-то был потенциал Почему? Потому что, вот, например Вы видите этот бренд Трис Ван Нутон Это ужасно дорогой, люксовый бренд Который каким-то образом сюда попал Залетел И стоит он 160 долларов Здесь вот эта вот блуза Блуза, конечно, такая Смотреть не на что Кроме названия бренда Больше не на что смотреть Она довольно-таки страшненькая Ну, просто я вам принесла показать Я тоже ее примерю Еще одну я принесла Тоже Трис Ван Нутон 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 Я даже, наверное, скорее всего В нее не влезу Но я просто Принесла вам показать Она тоже такая страшная Как моя жизнь Но Это шутка У меня хорошая жизнь Но Просто я вам показать Что здесь вот Попадаются вот такие вот бренды Понимаете Я даже не знаю Сколько она стоит А, 58 долларов всего лишь Ну, как бы Выглядит Она стоила 89 Это странно Потому что Трис Ван Нутон Очень дорогой бренд Очень Я не знаю Почему она здесь такая дешевая Но она так выглядит Конечно, не ахти Но, в принципе Вы же знаете Что берут не за то Как выглядит А берут за Залы Пришитую Может, я что-то не догоняю Может, это какой-то Какой-то Аутлет Дрис Ван Нутон Может, это какой-то Второй сорт Дрис Ван Нутон Но, во всяком случае Я не очень разбираюсь Я даже не думаю Что я в нее влезу В этом Просто вот Хотела вам показать Тут у меня еще Всякое Всякое разное Девочки Будем сейчас смеяться Прикалываться Вот такой вот Пиджак Жакет А что? А красивые Посмотрите, какие рукава Двенадцатый размер Нет, сороковой европейский Пардон Американский восьмой То есть, как раз мне будет Смотрите, какая красота Просто Что-то с чем-то Здесь у меня вот такое вот Платье Такое, знаете Бальное Выпускной вечер В школе Одна тысяча девятьсот Девяносто восьмого года Что это за бренд? Халстон Не знаю Девяносто и долларов Стоит, между прочим Сто долларов Чтобы они Не думали Вот такое платье Которое Я не знаю, если я его надену Потому что я не понимаю Как оно Как оно вообще Устроено Что в нем происходит Как-то Оно какое-то Асимметричное Здесь такая шлейка Здесь такая Здесь какая-то Вот Все это как-то так Ну, это бренд Рис Почему я его принесла? Потому что это, в принципе Хорошая компания Английская компания Рис Довольно дорогая Здесь он стоит 140 долларов Десятый Американский 14 Ну, в общем, короче Сейчас я вам буду показывать Будем примерять Будем хихикать Ну, а что Симпатичное платье Во-первых Оно мне как-то маловато Вот тут Здесь просто карманы И они так отопыриваются Но ничего страшного Ну, платье Ну, платье такое Знаете На все времена На все века Оно такое интересное Здесь внизу Знаете Здесь у него вот такая вот Как бы нижняя юбка С Такой вот оборочкой Да С карманчиками Ткань такая интересная Видите Такой жаккардик Ну, ничего так Ну, как Ну Конечно Я бы не стала Такой покупать Но, в принципе Вот если у меня было бы Такое платье Я бы уносила Кстати, сзади Видите Оно сзади длиннее И там тоже у него Вот это вот Ой И там тоже у него Вот это вот Пришито такая На подкладке Вот эта вот Оборка У меня есть такие платья В принципе Знаете Где-то в году 2000 Вот Начиная с 2000 По 2008 Я, наверное Покупала такие платья Это было очень модно Вот такой фасон И у меня есть они Я, между прочим До сих пор могу Такое платье надеть Если вот По какому-то Случаю Оно, в принципе Такое нарядное Типа, да Но вот если мне не нужно Там Выпендриваться Сильно Так скромненько Одеться Но, в общем-то Как бы нарядный Как бы Ну так Элегант Да Ну Конечно Конечно Это какой-то Депотопный Нафталю Девочки У нас прямо с вами Экскурс Экскурс В 2005 Год По-моему Или какой Или даже 90 какой-то Я не помню Когда носили Такие вот Пиджаки Где они-то берут Эти вещи Слушайте Они где-то так сильно Завалялись Прямо так сильно Завалялись Но, кстати С этим платьем Даже такой Как бы Получился костюм Потому что Они, видите Они очень подходят По цветам Платье Синее Вот это Вот это Такой Синий Здесь цветочек Ну Прикольно Конечно Я знаю Что сейчас На самом деле Можно носить Все Сейчас все В моде Сейчас нет Чего-то Что не модного Кстати Вот если так Приглядеться Да Актуальный Рукав А сейчас Очень модно Такие рукавы Правда Как бы Приталенный Силуэт Ну что Сейчас что Не носит Приталенное Носит Приталенное Ну вот Все вместе Как-то Это выглядит Как будто бы Из 98 98-2005 Год Мне кажется Да То есть Это знаете Вещи Где-то Лежали 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 В общем Знаете Что у нас Скоро Холлоуи То есть Люди Покупают Карнавальные Костюмы Вот я Примерно Примерно Так Пришла Себе Подбирать Костюмчик Будем Смотреть На это Как на Покупку Костюма На партии А-ля 90-е Или 2000-е Усилим Эффект Эффект 2000-х С пользом Это прям Вообще Точно 99-й год Я Свои клипсы Сняла Надо было бы Ходить И точно Было бы Очень Такой Знаете Винтаж Винтажный Стиль Клипсы Сняла Потому что Я когда Примеряю вещи Снимаю Одеваю Они с меня Свалятся Неудобно Ну вот Такой 99-й год Девочки Кто помнит Как мы одевались В 99-м Я помню Одевались Ну примерно Вот так Платье По-моему Стоит 100 долларов Я говорила Джак Стоит 70 Ну это Неважно Никто Никто Не собирается Ничего Из этого Покупать Платье Компании Рис Дорогой Хороший Бренд Английский Между прочим Я вам хочу Сказать Что оно Не так Плохо Не такое Оно Ужасное Ну опять же Конечно Здесь Не для меня Потому что Здесь Такой Вырез И все Декольте Все это У меня Расхрыстывается Разваливается Но в принципе Я вам хочу Сказать Что оно Не такое Плохое В нем Даже Что-то Есть Оно Очень Сложно Как-то Застегиваться Сзади Я его Не застегнула Там есть Замок Еще Какие-то Вот эти Пуговицы Делать Это Не глядя Совершенно Вообще Невозможно Вам нужен Партнер Чтобы Это платье Застегнуть Но Вы знаете Что Оно Интересное Посмотрите Как оно Сшито Интересно Вот Так Такой Очень Интересный Фасон Интересный Крой Как-то Все Вот Это Вот Так Прикольно Сшито Мне даже Кажется Что У него И ткань Какая-то Не очень Плохая Я проверю Мне просто Интересно Что Такая Синтетика Синтетика Ну Видите Оно Такое Здесь Шлейка Здесь Такая Шлейка Оно Кстати С запахом Цвет Красивый Да Ну В общем Там Получается Спина Сзади Почти Что Нет Она Там Застегивается Сзади Вот В принципе Лифтик Прикрывается Ну Чего Красивый Платье Нет Правда Неплохо Стоит Оно Между Прочем Стоит Оно Между Прочем 140 Долларов Ну Так Все Так Это Странно У него Короче У него Здесь Еще Есть Подкладка И Состав У него Такой Значит Вискоза Пополам С Плестром А Подкладка Полностью Полиэстровая Но Оно Все Полностью Сделано На Подкладке Тут Вот Видите Как-то Странно Там Замок Сзади Потом Какие-то Вот Тут Еще Пуговицы Как-то Все Это Вот Должно Застегиваться В общем Странный Фасон Но Но Интересно 140 Долларов Он Стоит Вот Так Вот Так Он Плать Цем Топик Дриски Дриски Роноттана Значит Здесь Он Большой В плечах Вот Здесь Он Усковат Брюки Тоже Я просто Нашла Какие-то Я Когда Нашла Эти Два Топа Я Долго Искала С чем С чем С чем Мне Померить Юбки Я Никакой Нашла Нашла Эти Брюки Они У меня Огромные Я Замотала Их Вокруг Себя Узлом Там У меня Пояс В общем Как-то Поддержать Ну Вот Топик Дрисованутый Брюки Ноу Нейм Странный Он Какой-то Странный У него Крой Какой-то Видите Он Здесь Такой Широкий А Здесь Такой Узкий Или Это У меня Странный Крой Мои Фигуры Не Подходит Под Него Или Конечно Странненький Топик Не Удивлена Я Что Он Остался Висеть На Таких Распродажах Еще Я Принесла Пиджак Той же Фирмы Что Вот Это Платье Тоже Рис Это Тоже Дорогая Компания Ну В общем Он Был Дорогой Вы Знаете Что Пиджак Очень Старомодный Но За счет Того Что Он Какой-то Экстра Ларш Размера Или Не Экстра Ларш Какого-то Размера То Он Выглядит Не Так Ужасно На Мне Как Будто Типа Такой Немножко И Не Такой Уже Старомодный Потому Что Он Не Сильно Облегает Ну И Вот Мы Создали Смотрите Какой Мы Создали Комплект А Что Совсем Неплохой Комплект Единственное Что Вот Этот Вот Рис Этого Он У Рукава И Плечи Вот Эти Проймы Такая Какая Широкая Что Мне Чтобы Все Это Расправить Пиджаком Взяла Наверное Ну Минут Пять Так Вот Так Я Достаю Так Ничего Но Если Начинаю Двигаться Оно Все Как-то Здесь Вылезает Вбивается В общем Ужасно Я Еще Кстати Принесла Джинсы Померить Мне Было Интересно Я Не Знаю Я Все Так Влезла В Этого Дриса Который Мне Размеры На Два Мал И Брюки Которые Размеры На Два Велики Я Просто Затянула Под Пояс И Вы Знаете Что Получился Такой Классический Костюм Здесь Он У меня Немножко Маловат И Вообще Все Эти Рукавчики Такие Старомодные Ну В общем С трудом С трудом Я Влезла Она Еще Такая Длинная Такая Я С Таким Трудом Заправила В эти Брюки Которые На Мне Узлом Зади Завязаны Что Не Сделаешь Ради Контентов Да Девочки Ну Вот А Что Вполне Себе Классический Классический Такой Аутфит На Все Случа Жизни Вот Пояс У меня Подходит К Туфлям Белая Плоска Бежевые Льняные Брюки Че Нельзя Так Ходить Можно Ну Все Конечно Старомонное Такое 20-летней Давности Но Вот Видите Классика Она Не стареет Девочки Классика Она И есть Классика И вот Отполируем Пиджачком И вообще Получается Такой Прямо Деловой Классический Костюм На все Времена На Любую Фигуру И На Любую Жизненную Ситуацию Можно В воде Можно На ресторан Можно На прогулку Можно Куда Хотите Никуда Не уходите У меня Еще есть Джинсы Сейчас Будем Мерить Джинсы Наверное Сейчас Мы Наржем Все Так С Джинсы Низкая Посадка Вошла В чат Вы знаете Низкая Посадка Возвращается Вы знаете Правда Вот они Вот такие До сих Пор То есть Прямо Такая Низкая Принизкая Посадка Видите Где они Кончаются Помните Эти брюки Были Такие Джинсы Были Тут Две Пугочки Замочек Вот такой Вот такой Малюпусенький Вот они Докуда Видите До сих пор Прямо Но ведь Она возвращается Низкая Посадка Так что Мы Если Купим Эти Джинсы Мы Будем Прямо В тренде А внизу Они Такие Расклешины Вот я Точно Помню Мы Такие Носили В двухтысячном Град Вот такие Клеша Низенькая Посадка Где Они Их Находят Откуда Они Их Выкопали Уму Непостижимо Ну и Дрис На мне Дрис Видите Дрис Такой Длинный Я Тоже Так Подрастегнула Потому что Он В принципе Так Здесь Не узковат Ну Вот Такой Вот Комплект Рючки Если В них Сесть Ну Ничего Так Но Как бы Все Все Наружу Самое Самое То Как мы Любили Когда-то Носить Давайте Пиджак Еще Пример Знаете Что Я вам Скажу Если бы Низкая Посадка Этих Джинс То Вот Такой Небольшой Клеш И Вот С Пиджаком И Вот Так На Выпуск Рубашка Которая Из Под Него Выглядывает Очень Получается Модно Современно По-моему Вы Понимаете Что Любую Одежду Любую Одежду Даже Совершенно Вышедшую Из Моды Можно Носить Так Что Это Будет Выглядеть Ну Прям Не Так Уж Ужасно Потому Что Мне Кажется Что Вот Эта Многослойность Так Скажем Придает Такой Хулиганист Неаккуратности Неаккуратности Вот Этой Всех Комбинаций И Выглядит Это Знаете Как Потому Что Сейчас Модно Носить Вот Это Все Под Пятницы Суббота Вот Это Сейчас Носят А В 2000 Годах Так Не Носили Поэтому Когда Вы Так Одеты То В принципе Даже Не Так Уже Плохо Не Кидайте В меня Тапками Я знаю Вы Будете Мне Писать Что Это Фу Фу Все Так Старомодное Отстойное Ну Да Старомодное Но В принципе Если Как Так Одеть Брюки Страшно Неудобно Девочки Если Низкая Посадка Вернется Снова В моду Это Будет Катастрофа Просто Катастрофа Потому Что Я Уже Забыла Это Ощущение Но Я Сейчас Надела Они Мне В принципе Как Раз По Размеру Я Вот Это Чувствую Когда Джинсы Находят У вас И При Каждом Вашем Движении Они Норовят Сползти Так Чтобы Вы Остались Без Них Вообще То Конечно Не дай Бог То есть Не то Что Не дай Бог Это Уже Происходит Она Да Возвращается Но Я Надеюсь Что Она Вернется Ненадолго Это Будет Какой Такой Микротренд И Мы Снова Вернемся Быстро В высокую Посадку Или Хотя Б В нормальную Посадку Потому Что Ощущение Того Что У меня Извините Задница И Живот Совершенно Вообще Так Чтобы Вы Понимали Этот Пиджак Стоит 170 Долларов Чтобы Вы Не Думали Что Это Вот Так Вам Даром Просто Вот Дают И Это Размер Американский 12 12 Большой Большой Джинсы Называются Хадсон Посмотрите Это Карманчики Помните Помните Были Такие Карманчики Значит Вот Я Хочу Показать А Здесь Как Красиво Ангельский Флажок 29 Размер Я Даже Не Знаю Вы Помните Эти Замочки Малютенькие Коротенькие Когда Были Джинсы С Низкой Посадкой И Вы Знаете Что Вы Не Думайте Они Стоят 89 90 Долларов Они Стоят Если Вы Думаете Что Вот Так Вот Джинсы Которые Которые 20 Лет Бесплатно Будут Продавать Так Нет Ну И Вот Дриско Дриско Как я Уже Сказала Стоит 57 Ну И Вот Эти Безразмерные Огромнейшие Бричата Фирмы Элен Трейси Нет Элен Фишер Пардон Экстра Ларч И Стоят Они Здесь Тоже 100 Долларов А Стоили Они 268 Вы Понимаете Какие У нас Цены В Канаде Вот За Такое Вот Такое Ни за Что Они Хотят В магазине Вот Этом Когда Они Продавались Они Стоили 270 Долларов А Здесь Они Стоят 100 Фигаси Правда Вообще Высказал Своё Возмущение Я Буду С вами Прощаться Надеюсь Что Вам И Встретимся В следующем Видео С вами Была Ваша Дита Из Канады Люблю Целую Пока Пока Бай